Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как, когда и как правильно убирать корнеплоды, а также расскажу о методах сохранения урожая. Перед тем, как убирать урожай, нам нужно определиться со сроками. Сроки созревания корнеплодов, как и любых других овощей, указаны на пакетиках с семенами у всех производителей. Возьмем, например, данный сорт свеклы. Это сорт цилиндра среднего срока созревания. Созревание 85-100 дней. Так как высевали свеклу мы в начале мая, уже пора приступить к уборке. Если приступать к уборке в более поздние сроки, корнеплоды могут иметь плохие вкусовые качества, могут горчить, а также могут плохо храниться. Второй сорт свеклы. Сорт египетская плоская. Данный сорт также имеет схожие сроки созревания 85-100 дней и высевался в те же сроки, что и цилиндры. Значит, также нужно убирать. Еще одним корнеплодом, который мы будем сегодня убирать, является морковь. Данный сорт нанская. Срок созревания 85 дней. Высевалась в грунт в середине мая. Значит, уже давно пора приступить к уборке. Как же правильно убирать корнеплоды? Начнем с моркови. Морковь не следует рвать руками. Следует применять лопату. Осторожно подкопать ее и вытянуть корнеплод. Для чего это делается? Делается для того, чтобы не повредить корнеплод. Ведь поврежденные корнеплоды плохо хранятся и могут поражаться гнилями в процессе хранения. Убирая свеклу, можно обойтись без каких-либо приспособлений. Ведь корнеплоды находятся наверху и легко вырываются руками. После того, как мы выбрали корнеплоды, приступаем к обрезке ботвы. Нужно взять острый нож и аккуратно удалить ботву, стараясь не повредить сам корнеплод. Если срезать точку роста ниже, образуется большая рана. И такой корнеплод будет плохо храниться. Поэтому нужно делать ровный срез, не нарушая целостность корнеплода. Таким образом обрезаем морковь и свеклу. Процесс этот очень легкий. Не занимает много времени и каждый может справиться. После того, как мы выбрали корнеплоды, их следует просушить. Можно расстелить какую-то ткань, либо, как у меня, взять черный спонбонд и положить их на солнышко. Примерно через несколько часов, когда корнеплоды обсохнут, можно их укладывать на хранение. В процессе сушки корнеплоды нужно переворачивать несколько раз, чтобы они высохли равномерно. Приступаем к укладке корнеплодов на хранение. Берем определенную емкость. Это может быть бак, ведро, либо ящик. На дно ящика засыпаем слой песка. Слой примерно в несколько сантиметров, 2-3 сантиметра песка будет достаточно. Песок не должен быть мокрым или сухим. Если мы будем применять сухой песок, корнеплоды могут подсыхать. А если влажный, могут поражаться различными гнилями. Поэтому песок должен быть умеренной влажности. Итак, насыпаем песок и начинаем укладывать корнеплоды. Насыпаем слой песка несколько сантиметров. В песок ложим несколько гранул триходермы. Для чего мы это делаем? В процессе хранения могут возникать различные гнили. Триходерма локализует очаги загнивания и не дает распространяться гнилям. Что очень помогает при хранении. Далее мы укладываем корнеплоды слоями. Слой корнеплодов, слой песка, несколько гранул триходермы. И так, пока не заполнится наша емкость. Когда емкость заполнилась, ставим ее в место хранения. Это может быть погреб, либо еще какое-то приспособленное для этих нужд помещение. В процессе уборки корнеплоды попадаются разные. Могут быть мелкими, кривыми, с какими-то повреждениями. Их, конечно, можно выбросить, а можно использовать в пищу. Можно приготовить сок, можно очистить и натереть на терке, заморозить. Можно скормить скоту. Поэтому я не рекомендую их выбрасывать, а употребить в пищу. На хранение мы укладываем только здоровые корнеплоды. Без каких-либо механических повреждений и признаков заболевания. Надеюсь, мои советы помогут вам сохранить корнеплоды. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего наилучшего и хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok